Мы ничего не сделаем. Что за истерика? Тесты на коронавирус мы больше не делаем. Такой ответ получила жительница Барнаула, когда вызвала домой терапевта. Еще одна жительница краевой столицы с симптомами COVID-19 пожаловалась на то, что с большим трудом ей удалось добиться госпитализации. Женщина возмущена также качеством оказания медицинской помощи в стационаре. По словам обратившейся, она вызвала скорую после того, как у нее поднялась температура, стала трудно дышать и появилась слабость до потери сознания. Экстренная служба забрала ее в диагностический центр, где у нее взяли мазок и отправили домой. Самостоятельно добравшись до квартиры, рассказывает женщина, состояние ухудшилось. Снова звонок в неотложную. Забирать не стали. В итоге через скандал, говорит Татьяна, скорая все же забрала в ковидный госпиталь, 12-ю горбольницу. Страдания на этом не закончились, подчеркнула больная. Было все просто ужасно. То, с чем я толкнулась, когда я легла, это было на грани, я не знаю, адрес. Во-первых, сразу скажу, пьяный медперсонал. Санитарка была ужасно пьяная. Меня в час ночи поставили и посадили в палату, и до полтретия я не могла дождаться ночи пристельного дверя. Это был четверг. Четверг мне никто не обращал внимания. В пятницу до меня никто не обращал внимания. У меня была ужасная температура, у меня была дышка. Не было ни одного врача. И первый раз врач не пошла в мою палату в 8 дней сутки. Татьяна лежит уже 13 дней. У нее официально подтвердили коронавирус. По словам женщины, находясь в медучреждении, она лечится самостоятельно. Я не могла дышать. Я не могла ничего допросить. Я говорю, принесите мне что-нибудь подышать. Не бывает еще что-то, хоть что-то. Здесь в палате подведем кислород, по идее. Я говорю, где у вас кислород? Они говорят, а это просто трубки выведены. Женщина призналась, что в первые дни боялась умереть. Решила. Если пойду на поправку, обязательно расскажу о том, как в 12-й горбольнице оказывают помощь больным с диагнозом коронавирус. Мы, в свою очередь, обратились в Минздрав региона. Там нам подтвердили, что тесты на ковид теперь проводят только людям из группы риска. То есть тем, кто когда-либо контактировал с коронавирусными больными, либо людям старше 65-ти. Мы наблюдаем пациентов клинические. Сам по себе мазок, в общем-то, он, в принципе, ничего не дает, за исключением только изоляции пациентов. Лечение пациентов с клиникой ОРВИ, оно сходно с лечением пациентов с клиникой ковид и ничем не отличается. Здесь никакой специфической противоковидной терапии нет. Первой обратившейся к нам женщине нет 65-ти. Она действительно не контактировала с больными, у которых официально диагностирован ковид-19. Но теперь и подтвердить-то его, не пенсионерам, делает вывод больная, тактически невозможно. Высокую температуру и тяжелое состояние медики легко могут списать на ОРВИ, резюмирует женщина. Что касается пьяных санитаров и отсутствия осмотров врачами больных в 12-й горбольнице, ответ следующий. В пятницу вечером она поступила, да, и больная считает, что за один день. Ей лечения назначаются, так, и вот, и она лечится два дня выходных. Если там состояние бы хучилось, то медсестра подошла бы и искала бы врачу дежурного, он подошел бы к ней. А если состояние стабильное, лечение получают, то в понедельник врач осматривает. Вот получается, что максимум, как больные считают, да, и пишут сразу с утра, в понедельник утром, ко мне никто не подошел, то есть это 4 дня они считают 4 дня. А на самом деле врач их осматривает, назначает им лечение, да, в состоянии их удовлетворительной, ближайшей средней тяжести, то осматриваются раз в 2 дня, раз в 3 дня осматриваются врачом. Вот по динамике. Понимаете? Между тем, пациентка утверждает, что ее состояние не было удовлетворительным, и впервые врач подошел к ней на седьмые сутки после госпитализации. Женщина возмущена и качеством оказания медпомощи, и отношением персонала к больным. Она просит ответственных лиц обратить внимание на то, что происходит в ковидном госпитале. Главврач больницы заверил нас, что обязательно проведет внутреннее расследование, если будет подтвержден факт халатного отношения со стороны медиков и ждет наказание. Со своей стороны добавлю, что если вы столкнулись с вопиющей халатностью медиков, звоните к нам в редакцию. Только сообща, мы же сможем понять, подобные случаи в алтайской медицине происходят в исключительных случаях, или это уже система. Потому что если это система, ее нужно менять. Никита Ермаков, Николай Шелко, Алексей Фризин. День с толком.